Третий принцип, о котором мы сегодня с вами поговорим Это без Христа нет плода Я уже говорил в самом начале Что предназначение, цель Это обязательно должен быть плод Я верю в то, что благодаря Иисусу Христу Нашим отношениям и нашему пребыванию на лазье Мы можем изменяться И я могу изменять мой характер Не потому, что я сказал Не потому, что я решил Не потому, что я пошел на тренинг Не потому, что я книгу прочитал Не потому, что я человек дисциплинированный А потому, что я верю в Слову Божьему Где написано, если вы пребудете во мне То принесете много плода Значит, будет результат Будут перемены Растение будет меняться Размер растения будет меняться Плоды будут появляться Рост тоже будет меняться Но это возможно только, если будешь на лазе А сама по себе веточка Не может расти Не может изменяться в размере Не может приносить плод Не может ничего делать сама Хоть она и все знает Я слышал и знал, но не осознавал Об этом принципе Какое влияние мы можем иметь В Духе Святом, имея отношение с Богом Да, друзья, вы скажете, но Вы знаете многих людей, которые до сих пор не изменились И я знаю свои слабости Я знаю, что я несовершенный человек Но что меня вдохновляет? Мой дух ликует Что я понимаю, что если я буду продолжать двигаться в этом процессе И пребывать на лазе То скоро я буду больше нравиться людям Я буду более осчастливать других людей Которых иногда я раню И мне от этого больно Мне не нравится И я ищу Я нахожусь в той категории Которой я хочу изменяться к лучшему Но у меня не получается Но сегодня я нахожусь среди тех Которых я знаю, как можно измениться Я знаю метод Я знаю, куда нужно идти Нужно пребывать на лазе Нужно быть в этих личных отношениях с Богом И тогда мы можем изменяться в лучшую сторону Да, друзья, есть и наша сторона усилий Но самое главное Фокус должен быть на том, чтобы пребывать Именно на лазе Да, друзья, изменить характер Это очень трудный процесс Немногие им идут Немногие хотят в ту сторону думать Но, друзья, я верю, что это возможно Почему? Потому что так говорит Писание Так говорит Писание Принесете много плода Будут перемены в лучшую сторону Которую мы получаем Благодаря нашим отношениям с Богом Смотрите, это написано в том месте Которое мы читали с вами Без меня не можете делать ничего Очень радикальное заявление Я не знаю, насколько мы слышали Насколько мы это осознаем Без Бога, без Христа Написано, не можете делать ничего You can do nothing without me Мы часто это думаем и понимаем Что значит, ну все, что мы делаем Какие-то проекты Нужно, чтобы Бог помогал Друзья, не в этом смысл Да, Бог должен Конечно, мы нуждаемся в Боге В помощи, в мудрости Это понятно Но здесь, друзья, в этом контексте Смысл, что мы не можем делать Ничего без Бога Что мы не можем принести плод без Бога Вообще не можем Измениться без Бога не можем Наш характер изменить не можем Вот что имеется в виду написано Без меня не можете делать ничего Абсолютно ничего И тренинги, и книги, и конференции Все это надо и хорошо Но это тебя не изменит Это, да, твоя часть усилий Твоего Господь, я хочу идти этим путем Но дальше весь сок Вся жизнь Вот это плод Он все исходит от лозы От Иисуса Христа С которым ты имеешь отношение Да, друзья, пока мы не поймем этот принцип Но почему меня это вдохновляет? Что я вдохновляюсь тем, что значит Когда-то я могу стать лучше Ты можешь стать лучше Да, уже ты скажешь 20 лет характер не меняется Но пока я на лозе Я могу ждать Процесс пошел Сок пошел в венах Да, плод Это берет время Это процесс Это не сразу Но пока ты пребываешь в этом принципе Тогда, друзья, мы можем рассчитывать на результат За что? Слава нашему Богу И да, нам нужно понять Что Бог пытается нас опустошить От всякой самоуверенности От всякой самоправедности Именно опустошить Чтобы мы поняли Что все наши перемены Внутри нас, возможно, только благодаря Иисусу Христу И Бог занимается этим На протяжении нашей жизни Примеры Возьмите Моисей Бог его полностью, кажется Опустошил Пока он увидел какую-то работу И плод в своей жизни Возьмите Иосиф в тюрьме Помните? Сказал Ну, там, если ты меня вспомнишь Ты там передай Надеялся на то, что этот человек Как-то его выручит, поможет Но полностью разбились все его методы и идеи Пока Бог не пришел в его жизнь Возьмите Гедеона У него есть тактика Стратегия Хороший организатор Классный лидер Профессионалы собрались вокруг него А Бог ему говорит Нет Нет, 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 нет Ты поймешь Рано или поздно поймешь Не твой профессионализм тебе поможет И не твои лидерские способности тебе помогут И не твой опыт тебе поможет Только я Ты увидишь успех И Бог ему говорит Нет, нет, нет Всю эту армию разгоняй Бог постоянно учит Что ты без меня не можешь делать ничего Возьмите всех Апостол Петр Почему он отрекся? Вы никогда не задумывались? Почему апостол Петр отказался Предал Христа? Ему нужно было пройти И понять этот урок Что без Христа он очень слабый Представьте Маленькая девочка пришла И Петр говорит Да, да, да Я не знаю Христа Петр, что ты? Ты же апостол Ты что, перед маленькой девочкой испугался? Служанкой? И смотрите Иисус Христос на протяжении трех лет Опустошал учеников От их самоуверенности Самоправедности Способности Три года их вытряхивал Опустошал До того дня Чтобы в один день Наполнить их всех Силою Святого Духа И сказать А теперь идите И знайте разницу Продолжение следует...